Каковы же первые впечатления от России, от Москвы, после того, как вы приехали сюда? Ну, вы знаете, я был очень сильно впечатлен. Вся эта история началась после того, как мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны московского «Спартака», и вполне возможно, что тебе придется поехать в Россию, но сначала нужно отправиться на Кипр, на Кубок ФНЛ, и там показать себя перед представителями клуба, перед тренером. Я поехал, увидел этот коллектив, который наблюдал за мной, оценил все мои действия, и уже с того момента, как я узнал, что есть просто интерес к моей персоне со стороны московского клуба, я молился каждый день, чтобы ничего не сорвалось, и чтобы все прошло хорошо, и все действительно складывалось довольно удачно. С каждым днем я осваивался все больше, завоевывал какой-то авторитет определенный, то есть тренеры понимали, что да, можно на меня положиться, стоит меня сохранить в команде. Это практически как мечта, которая стала реальностью. И о России я много слышал до того, как приехал сюда, смотрел много телевизионных программ, посвященных России. Знали ли вы что-нибудь о Спартаке, до того, как приехали сюда? Да, знал, но, конечно, в первую очередь за российским чемпионатом я следил благодаря Секу Алисе. Сейчас я знаю все больше и больше о Спартаке, ну и уже выступая в Чехии, я познакомился с российским чемпионом поближе, потому что в Африке, наверное, не так просто следить за российскими клубами, но уже когда я играл в Европе, поближе к России, я узнал еще больше информации о Спартаке. Но, безусловно, все-таки Спартак это серьезный клуб с большим именем, и в свое время он гремел в Европе, поэтому трудно ничего не знать было. Как вы пришли к тому, чтобы стать персональным футболистом? И следили ли вы за Джорджем Веа, когда были ребенком? О, да, я был ребенком, да? Джорджем Веа я, конечно, помню, но скорее это просто великий футболист из моей страны, за которым я уже начал следить и уже больше изучать его карьеру, когда повзрослел. Я не помню, как он играл за Милан, то есть я в живом времени, так скажем, не мог следить за его выступлениями, был слишком мал. Ну, а что касается меня, то в футбол меня привел мой отец, я помню, что всегда, еще когда я был совсем маленьким, он меня брал на футбол и привил мне восхищение к этой игре. Тогда же я сам начал пробовать играть, был совсем малышом, когда брал в руки мяч, пытался идти в обводку, получал по ногам, плакал, в слезах хотел уйти с поля и перестать вообще когда-либо заниматься футболом, но мой отец все время подстегивал меня и говорил, нет-нет, давай, ты справишься, ты можешь быть сильнее. И уже после этого я попал в команду Монровия Борверс, и так началась моя футбольная карьера. Я закрепился сначала в клубе у себя на родине, ну а потом уже отправился покорять Чехию, и сейчас следующий этап моего футбольного роста «Спартак-Москва». Сейчас вы наверняка мечтаете сыграть на открытии арены? Да, открытие арены – такой стадион, на котором обязательно хочется выступить. Я видел, как основа играла против Анжи, видел по телевизору, стадион великолепный, болельщики поддерживают, и, конечно, я хочу однажды тоже выйти на поле открытия арены в составе «Спартака». Для этого, конечно, нужно работать, 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 я понимаю, что это будет непросто, но это мечта, к этой мечте нужно идти, и она осуществится, я уверен, это вопрос времени. Ну и как вам игра «Спартака» в матче с Анжи? Ну, мне сразу показалось, что ребята очень старались. Во втором тайме незаметно прибавили, побежали вперед, поняли, что ни в коем случае нельзя упускать очки в этом матче, в изобилии, мне понравился стиль, контроль мяча, попытка доминировать в каждом эпизоде на поле. Мне понравился стиль, я с удовольствием посмотрел этот матч. Ну и как ваши знания русского, вы собираетесь учить? Пока, конечно, мои знания ограничиваются совсем уж базовыми, элементарными вещами, которые мне нужны на тренировках в повседневной жизни. Ну, я всего две недели в России, и, конечно, пока мне сложно говорить о том, что я уже владею языком. Ну, я понимаю, что это вопрос будущего, нужно заниматься. Я приглашаю всех болельщиков на трибуны, на наши матчи, и вы должны понимать, что с вами нам играется гораздо легче. Когда вы нас подстегиваете, мы способны разорвать любого соперника. Приходите, поддерживайте нас, подстегивайте, гоните нас вперед, вы нам нужны. Я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю.